В Грузии 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте. Об этом час назад сообщил советник премьер-министра республики Ираклий Чикавани. Сейчас на прямой связи из Тбилиси выходит наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Здравствуйте, Михаил. С чем связан запрет и долго ли он будет действовать? Камила, добрый вечер. Вокруг меня тишина, несмотря на то, что я нахожусь в центре города, на площади Героев, где движение транспорта обычно не прекращается круглые сутки, просто уже вступил в действие комендантский час с 9 вечера до 6 часов утра. Однако также тихо будет и с завтрашнего дня, с полудня, так как движение транспорта запрещается. 348 инфицированных коронавирусом в Грузии и только за последние сутки 30 человек. И это уже предел, после которого медики уже могут не справиться с наплывом пациентов. Об этом они сами говорят, предупреждают. Тем не менее, люди не хотят сидеть дома. Сегодня в городе были транспортные заторы, и это было связано, естественно, с приближением пасхальных праздников. В очереди у супермаркетов. Для того, чтобы поставить точку, правительство решило еще более ужесточить меры. И вот, что заявили на чрезвычайном брифинге. Несмотря на предпринятые меры, введенные карантин и комендантский час, многие не выполняют установленных правил. Поэтому с 17 апреля с 12 часов полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях. Мы стоим на пороге вспышки и резкого роста числа инфицированных. Ограничения продлятся до 21 числа, а потом уже будет все зависеть от ситуации. Правда, они не распространяются на спецмашины, транспорт, который доставляет продукты питания, и на СМИ. Все магазины и аптеки будут работать. Спасибо. На прямой связи из Тбилиси был наш корреспондент Михаил Рабакидзе. Там с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.